Меня зовут Александр Плющев. Сегодня в особом мнении должен быть Юрий Сопрыкин, и он, я уверен, будет, пока он немного запаздывает. Здесь в студии главный редактор ЭКМОСКВА Алексей Виндиктов. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, Саша. Сегодня Российская Академия Наук выбирает себе главу президента, и это происходит впервые по новой процедуре. Она там такая очень государственно, как бы так сказать, ориентированная, если можно так выразиться. Что можно сказать по этому поводу? Удачный это опыт или нет? Это опыт абсолютно неудачный, потому что он превращает Академию Наук в отдел администрации президента. В советское время, для тех, кто из наших зрителей слушать и молод, был такой отдел науки научных учреждений ЦК КПСС. И тогда, собственно говоря, этот отдел пытался руководить в том числе и Академией. Но там была интересная история, что однажды глава этого отдела по рекомендации ЦК тоже пошел в Академики Трапезников. И его забаллотировали. И сегодня, я понимаю, произошло почти то же самое. Но если вы вспомните, Академик Сахаров попал в Верховный Совет от Академии, тогда по квоте Академии. Да-да-да, но это уже был элемент перестройки. Которая была избрана именно таким образом. Но это уже был элемент перестройки. Это уже не было чисто Советский Союз, потому что весь этот выборный съезд народных депутатов, куда попал Академик Сахаров, он уже конструировался. Частично по демократическим правилам и многие партии и наркотики проиграли выборы. Да, у Академии была квота. Но сегодня случилось то, что должно было случиться. Кандидат администрации президента, Академик Панченко, не прошел во второй тур. Прошел во второй тур его оппонент Академик Сергеев и Академик Нигматуллин, который тоже никак не может считаться кандидатурой Кремля. То есть, попытка превратить церковь и Академию наук в отдел администрации президента пока проваливается. С церковью еще интереснее. Каким образом это может вообще работать? Каким образом? Это часть идеологии. Департамент идеологического отдела ЦК КПСС. Церковь, безусловно, находится в очень тесной связке с администрацией президента. Пока сохраняет определенную самостоятельность внутри церкви. Есть течение, есть крылья, есть патриарх, который, безусловно, был избран в согласии президента Российской Федерации после ухода настоящего патриарха Алексея. И вот, и просто вертикаль, а навсюду вертикаль. Да. Академик Александр Сергеев только что сообщил нам агентство РИА Новости. Побеждает на выборах президента Российской Академии наук, набирая большинство голосов. И в втором туре это источник пока нет. Ну, хорошо, да. Да, ну, там все понятно, все-таки Академия оказала чисто организационно. Я не знаю, хороший ли он будет президент, но то, что Академики оказали в тайном голосовании чисто организационно сопротивление администрации президента, и, в частности, тех, кто лоббировал в администрации другую кандидатуру, я имею в виду Михаила Ковальчука, да, директор Курчатовского института, это свидетельствует о достаточной внутренней самостоятельности каждого отдельного академика. Я бы сказал так, они не превратились в бюрократов, которые по команде, как, там, не знаю, съезд Единой России или Государственная Дума, голосуют за то, что им не нравится. С одной стороны. С другой стороны, это означает, что еще оставлена какая-то возможность свобода, какой-то зазор, в который, да, они пролезли. Вопрос же не в том, что есть возможность свободы или нет, вопрос в том, сокращается этот забор, зазор, зазор, или увеличивается. Так вот, новые правила, безусловно, сокращают этот зазор, несмотря на это он остается, и в этот зазор проскочила Академия наук. Проскочила ли, потому что еще должен по регламенту президент ведь утвердить. Мы знаем, главного редактора избирает коллектива, а утверждает акционера. Но не было ни одного случая, даже в случае Михаила Лесина, чтобы главного редактора не утвердили акционеры. Ну, президент Путин достаточно хитроумен и извилец, чтобы почему-то не утвердить академика Сергеева. Скорее всего, что там будет манипуляция с самим президентом Академии, его будут соблазнять, его будут пугать. Вербовать. Да, но я думаю, что если он избран, он будет утвержден. Еще одна важная тема сегодняшнего дня, как громко началось это все вчера, ДТП здесь у нас на Кутузском проспекте. Слушай, я просил, я понимаю, я просил, пока мне не дали, я попросил юристов разобрать эту ситуацию, потому что там очень много, да, конечно, гибель человека – это трагедия. И, конечно же, шофер должен был быть, на него должен был быть составлен протокол, даже если он не виноват, предположим. Он должен быть оформлен, он должен быть оформлен. Он должен, это называется оформлен, я же не автомобилист, я терминологию у меня... Помогла? А кого он сопровождал? Никого. Я опубликовал сегодня в видео, да, что эта машина сопровождения ехала без машины, которая сопровождалась. Либо она ехала по вызову, либо она возвращалась в гараж. И тогда возникает юридический вопрос, когда подобные машины возвращаются в гараж, они должны нарушать ДТП. То есть, являются ли они обычными машинами? Может ли он включать мигалку и ехать в президенты? Совершенно справедливо. И поэтому я попросил юристов, которые занимаются этой историей, предметно посмотреть и попытаться мне объяснить, потому что сам я, конечно, в этом не понимаю, где здесь чье нарушение. Потому что это где-то нарушение. Независимо от того, что погиб человек, мы знаем, как погибают люди, которые, собственно, ДТП и как бы являются причиной ДТП. Ну, давайте поговорим внеюридических рамок. А как это внеюридических, Саша? Я сейчас поясню, когда бывает, что все законно, но несправедливо. Это же часто бывает. Законы вообще несправедливы, как известно. Это бывает. Давайте поговорим в категориях, я не знаю, справедливости или совершенствования законов, если хотите. Закон дает право преимущественного проезда определенным категориям людей. И, наверное, это справедливо. И, возможно, людей, которые их возят. И, наверное, это справедливо. И, наверное, это справедливо. Справедливо ли это? Ну, это справедливо. Я вижу кортежи охраняемых лиц в разных странах. Просто в одной стране их больше, в другой их меньше. Действуют разные параметры. Но если проходит кортеж, грубо говоря, президента Клинтона, который сюда заезжал, или премьер-министра Дании, который приезжал сюда, меня прокляли. Или тысячи машин с мигалками. Это же большая гигантская гигантская. Понятно, что было время, когда, скажем, олигархи имели машину с мигалками и сопровождение с мигалками. Но он же никого не сопровождал. Это другая история. Мы видим, что машина идет по пустой полосе. Полоса в течение 15 секунд до его проезда. А более того, там нет пробки. Там можно было проехать. Там нет пробки. И самое главное, что он никого не сопровождает. Полоса пустая. Он не разгонная машина. И после этого не идет машина. То есть, он... Ну, понятно. То есть, на самом деле, вопрос не в этом. Вопрос в том, что, может быть, водитель торопился домой. И это совсем другая история. Может. Но мне кажется, вы ушли от темы права преимущественного проезда. Когда оно предоставляется семи лицам, да, говорите вы, в охране. Это одна история. Когда оно предоставляется тысяче лиц, это погибший милиционер. Нет, погибший милиционер случился, когда машина никого не сопровождала. Еще раз. Так что я никуда не ухожу. Это машина, которая никому не открывала. А это вопрос. А по-моему, нет. А по-моему, нет. А по-моему, нет. Вот она, разница между законом и справедливой. Да, да. Совершенно верно. А по-моему, машина сопровождения включает свои спецсигналы тогда, когда она сопровождает. Да? И это, повторяю, поэтому нужны юристы, которые должны изучить и сказать мне, и они мне расскажут, есть ли здесь нарушение, или эта машина является самостоятельной историей, что, скажем, водитель без охраняемого пассажира, вообще без пассажира, может, едучи домой, включить спецсигнал и воспользоваться преимуществом проекта. Вот же где главный вопрос. И мне кажется, что именно этот вопрос надо обсуждать. Если это так, то это злоупотребление правом. Право есть, злоупотребление тоже. Алексей Вендиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». Через некоторое время он превратится в Юрия Сопрыкина, я надеюсь.